Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин и это 14 новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В данный момент у нас действует скидка в целых 40% на курс по визуализации Redshift «Будущее – это несложно». Ты научишься создавать шикарные композиции и фристайлить программой для создания своих композиций. В обучении присутствует большое пособие по программе Redshift с разбором каждой вкладки. Мы с тобой создадим 4 полноценных композиции с личным созвоном по Skype или Discord, чтобы ответить на все вопросы, разобрать работу и показать совершенно новые фишки. Все это с компоновкой в After Effects под твою композицию. Курс создан для новичков и среднего уровня спецов, поэтому если ты не знаком с Cinema 4D – отлично, если знаком – отлично. Набираю еще десять человек и закрываю скидку. Успевай к нам. Рендер Corona 6 для Cinema 4D уже вышел. Внедрили новую модель неба из солнечного освещения. Теперь небо продолжает освещаться, когда солнце находится ниже горизонта, что обеспечивает реалистичную визуализацию рассвета и сумеречных эффектов. Появилась функция UV-рандомайзер, которая рандомизирует текстуру и предотвращает стыки даже на бесшовных текстурах. Обновили эффекты бликов. Причем, как пишут в блоге, эту функцию взяли из V-Ray, а затем упростили интерфейс. Новый шейдер Corona Distance генерирует цветовой градиент в зависимости от расстояния до другого объекта. Его можно использовать, например, для создания ряби вокруг лодки. По ссылке в описании ищи все новые фишки и исправления. Их там очень много. Также по просьбам пользователей, в дальнейшем будут разрабатываться OpenVDB для создания облаков. Учти, что если сохранить сцену с помощью Corona Render 6, то загрузить и использовать ее в более ранних версиях Corona будет невозможно. А демо-период пробной версии автоматически продлен на 14 дней. Просто установи Corona Render 6 и активируй демонстрационную лицензию прямо в Cinema 4D. И еще можно отметить, что Corona больше расположена к Cinema 4D, чем к 3ds Max. Это наглядно видно из последних обновлений. На данный момент для загрузки на Max доступна пятая Corona, которая была выпущена еще в 2019 году. Ну и компания, конечно, не обошла стороной Max. И, скорее всего, в ближайшие дни для него выйдет та самая Corona 6. Так как недавно выпустили последний релиз шестой версии. Autodesk выпустила 3ds Max 2021.2. Среди новых функций наиболее интересно Smart Extrude. Он позволяет выдавливать плоские поверхности, при этом объединили функцию сдвига и перетаскивание для интерактивного выдавливания. Хочу отметить, что данный инструмент уже давно был внедрен в Blender, а еще ранее и в SketchUp. Также запустили новые OCL maps, которые позволяют быстро и легко применять различные вариации смешания текстур и материалов. И еще одна новая функция этого выпуска – это модификатор Spline Chamfer, который позволяет осуществлять процедурное скругление или фаску грани. И это все за столь продолжительное бездействие Max в плане внесения новых инструментов и функционала. Unity присоединилась к финансовой разработке Blender. Компания будет выделять 120 000 долларов в год. Первоначальная цель фонда в 100 000 евро в месяц в выплате зарплаты 20 штатным разработчикам была достигнута. Так что вот до чего доводят бесплатные разработки и стремление сделать продукт на века. Unity Technologies подала заявку на публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. По состоянию на 30 июня 2020 года общие активы компании составляли 1,29 миллиарда долларов США и 453 миллионов долларов в США наличными. В то время как у их прямого конкурента Epic Games состояние оценивается в 17,3 миллиарда долларов, что существенно опережает Unity. Тем не менее IPO Unity, то есть первая публичная продажа акций показывает, что компания имеет полтора миллиона пользователей и используется для создания более половины мобильных игр, игр для ПК и консольных игр вместе взятых. Хотя в прошлом году Unity потеряла 163 миллиона долларов при выручке 541 миллиона долларов. Для чего компания сделала такой шаг? Представив данные за прошедшие годы, компания показала, что они увеличили свои доходы и вышли на сокращение убытков. А это в первую очередь нацелено на привлечение дополнительных инвестиций. HTC Vive Sans получила обновление. Эта система предназначена для того, чтобы помочь командам взаимодействовать друг с другом с помощью гарнитур виртуальной реальности. Добавили просмотр веб-страниц в браузере. Новые элементы управления хостом теперь можно отключать и включать звук, а также управлять разрешениями для отдельного пользователя и всей комнаты. Можно будет присоединиться к собраниям Sans с устройства Android. То есть это дает возможность свободно общаться с командой из любого места и включать в нее пользователей без устройств виртуальной реальности. Также обновлен интерфейс для просмотра 3D-моделей. Ну и приятный бонус можно будет дать пятюню при встрече. Apple недавно подала заявку на патент для системы безопасности VR. Согласно документации, в разработке находится система оповещения пользователей о физических объектах при погружении в среду виртуальной реальности. В патенте говорится, что при взаимодействии с виртуальными объектами, отображаемыми на головном устройстве, пользователь может быть настолько погружен в среду виртуальной реальности, что теряет понимание физических препятствий. Устройство может быть непрозрачным и закрывать оба глаза пользователя в некоторых вариантах осуществления. Следовательно, пользователь может не иметь возможности видеть физическое окружение. То есть это уже напрямую дает понять, что это явно не AR или смешанная реальность. В патенте прописана будущая система обнаружения объектов и Apple регистрирует систему из двух этапов. Первый. Если устройство определяет, что находится слишком близко к физическому объекту, оно отображает визуальный эффект в среде виртуальной реальности, предупреждая пользователя о наличии ближайшего физического препятствия. Ну и если пользователи игнорируют предупреждения, то очки VR могут отображать живое изображение реального окружения. Ну и немного о Apple Glass. Они представят новые возможности AR для реального или виртуального окружения. На днях также поступила заявка на патент технологии движения в окружающей среде. То есть, используя очки, пользователь всегда сможет пройти по среде визуализации CG. И это позволяет ему перейти к другой части без дезориентации. Apple разрабатывает технологию, позволяющую плавно увеличить изображение. Виртуальная среда должна меняться в зависимости от положения или ориентации пользователя. Ну и что в итоге будет отображаться? Через очки можно будет видеть обычный вид удаленного виртуального объекта, а также сменить его на крупный план. Выбрать путь к этой точке и решить, стоит ли идти туда. И в это же время была подана патентная заявка на реалистичное отображение виртуальных объектов в очках Apple Glass. Данная технология решает проблему того, что отсутствие появления шума, например, зернистости, интенсивности, различия в его свойствах между цветовыми каналами и так далее, может привести к тому, что виртуальный контент будет плавать и выглядеть обособленным. Если кратко, то согласно новым методам эффективного улавливания реального пространства, отрисовка объектов должна будет осуществляться в соответствии с шумом камеры, то есть сопоставление видео различного качества в одной среде дополненной реальности. Еще о яблочках. Apple Final Cut Pro X получил обновление. Обновление в основном направлено на улучшение эффективности обработки контента в удаленном формате. Оптимизированный процесс работы с прокси обеспечивает портативность и высокую производительность при обработке файлов большого формата и разрешения. Благодаря технологии машинного обучения можно автоматически анализировать клипы в проекте, чтобы определять доминирующее движение и подстроить их размеры для формата социальных сетей. Появился ряд изменений в интерфейсе, а именно теперь отображаются настройки камеры ProRes RAW и такие как ISO, температура цвета и смещение экспозиции. Добавили новое меню для управления историей действий и сортировки материалов. Обновили инструмент Motion для создания реалистичных эффектов и внесения 3D-графики. Более подробно найдешь по ссылочке в описании. Adobe обновила приложение Medium. Ну, впервые после приобретения у Facebook. Скачать его можно на Oculus. В Medium имеются инструменты как для работы с органическими формами, так и с моделями с твердой поверхностью. Экспорт файлов осуществляется в OBG или FBX формате. Учитывая, что программа поддерживает только Oculus Rift. Многие пользователи спрашивали про совместимость с другими платформами. Но пока ответов от Adobe мы не увидели. Ну и сейчас версия находится в бесплатном доступе. Пройдемся по новым фишкам. А теперь можно создавать крупномасштабные сцены без сильной нагрузки на оперативную память графического процессора. Происходит это за счет того, что при блокировке слоя данные вокселей удаляются из памяти без изменения рендеринга сетки. А затем восстанавливаются при разблокировке. Для большего комфорта включили функцию захвата камеры в сцене. Ну и как всегда исправили ошибки. Ссылочку на скачивание ищи в описании. Анимационная компания Tangent Animation выпустила HD Cycles. Свою программу визуализации Cycles Hydra с открытым исходным кодом. Плагин позволяет рендеру Blender Cycles работать в качестве движка рендеринга в области просмотра в Гудине. И в будущем, возможно, в любом приложении, поддерживающем Hydra. С его помощью пользователи должны иметь возможность создавать 3D-модели в Blender, собирать их в сцену в Гудине, а затем экспортировать эту сцену обратно в Blender. Ну, для рендеринга. Будем ждать новостей. Facebook Reality Labs разработали технологии под названием Codec Avatars. Иначе это создание фотореалистичных аватаров, построенное на отслеживании лица. Первая демонстрация прошла еще в 2019 году. Фотореалистичные модели лиц создаются на основе машинного обучения, для которого потребовалось 132 камеры. После воссоздания модели, мимика лица может управлять с помощью VR-очков с тремя камерами, а именно глазам и рту. Но, как говорят сами разработчики, трудности реализации в том, что не вся потребительская VR-гарнитура имеет столько камер, обращенных к лицу. Поэтому их последнее обновление устраняет эти проблемы. Сейчас Codec Avatars будет работать за счет нейронной сети, обученной на отслеживании взглядов гарнитурей и аудиопотока микрофона. Тем самым система генерирует вероятное выражение лица. Ну и тоже на данном этапе появились проблемы. А для обучения системы требуется установка многокамерного 3D-захвата и 45 минут записи данных для каждого пользователя. NVIDIA расширяет возможности OpenVDB, а появление нового NanoVDB упрощает вычисление данных объемных эффектов. Разработчики сообщают, что с помощью NanoVDB пользователи могут использовать графические процессоры для ускорения рабочих процессов, таких как трассировки лучей, фильтрации и обнаружения столкновений. И все это при сохранении совместимости с OpenVDB. NanoVDB это мостик между существующим рабочим процессом OpenVDB и рендерингом или моделированием с ускорением на GPU. Если просмотреть иллюстрацию структуры данных, то NanoVDB имеет линейное направление, а в отличие от OpenVDB, у которого идет древовидная иерархия. NanoVDB будет внедрен в предстоящий выпуск Goudini 18.5. А именно, как сообщает сайт FX, они переместили статические коллизии Vellum Solver и источник Pyro Solver на GPU, что дало художникам производительность и более плавный процесс, которого все так жаждут. Студия Pixar также применяет новую технологию в рендермен XPU. Больше информации о NanoVDB найдешь по ссылочке в описании. Спасибо, друзья, за просмотр! Подпишись на канал, новости выходят каждый понедельник, а также в наш телеграм-чат с вопросами и ответами на CG-тему. Удачи тебе!